Привет, с вами СкайТоп. Огнестрельное оружие было изобретено много веков назад, но и в наше время оно по сути мало чем изменилось. Тот же пороховой заряд, который выталкивает пулю и сообщает ей высокую скорость. Но в фантастических фильмах герои уже давно используют разного рода бластеры и лазеры, которые еще не скоро будут изобретены. В этом выпуске мы рассмотрим крутое фантастическое оружие из фильмов. Ну что ж, погнали! The F1 Это многофункциональная пушка из фильма «Пятый элемент». Она отличается малым весом и не обнаруживается рентгеном. Идеальное оружие для спецопераций и диверсий. Особенность этой пушки в том, что она объединяет в себе несколько видов оружия. The F1 может стрелять небольшими, но мощными ракетами, обычными пулями. Может выкидывать сеть и таким образом ловить врагов. Стреляет отравленными стрелами или стрелами с разрывными наконечниками. А еще здесь есть встроенный огнемет и имеется способность замораживать врагов. Но главное достоинство этого оружия – функция запомнить цель. После одного удачного выстрела все последующие пули автоматически самонаправляются туда же, по любой траектории, минуя препятствия. В фильме «Дум» группа спецназа отправляется на базу, которая находится на Марсе. Оказалось, там проводили секретные эксперименты, и люди начали превращаться в мутантов. У всей команды обычное стрелковое оружие, но в какой-то момент командир находит новейшее оружие, которое не похоже на остальное. В бою он делает из этого бластера один единственный выстрел. Оказалось, пушка стреляет с густком энергии, который просто расплавляет любое вещество. Только остается непонятно, почему герой больше не использовал этот бластер, а продолжал воевать с обычным автоматом. В фильме «Стиратель» герои используют крутое оружие, которое способно видеть через стены и поражать противника, находящегося за преградами. И это рельсотроны с рентгеновским прицелом. Рельсотрон – это устройство, которое с помощью мощного электромагнитного поля разгоняет снаряд до очень высокой скорости. Рельсотроны есть и в реальности, но они очень громоздкие и тяжелые, и требуют большого количества энергии на один выстрел. Но в фильме мы видим компактное и не менее мощное оружие, которое идеально подходит для киллеров. А это оружие из фильма «Элитиум», похож на автомат Калашникова. Впрочем, так оно и есть, но с небольшими доработками. Как говорится в фильме, это оружие воздушного подрыва, патроны которого взрываются рядом с врагом и уничтожают его. В фильме этот автомат использовали только раз. А жаль, ведь он очень эффективен, как против солдат, так и против роботов, которых разрывные патроны разносят на куски. После первой же схватки, герой бросает автомат и пользуется стандартным оружием. Главный герой в фильме «Грани будущего» сражается с инопланетянами, которые решили захватить нашу планету. У него современный мощный экзоскелет, который напичкан оружием. Он помогает и герою быстро двигаться, не уставать и уничтожать пришельцев. Основное оружие в экзоскелете – пулемет, у которого очень быстрый темп стрельбы и большой запас патронов. Благодаря этому боец способен сражаться, не отвлекаясь на перезарядку и не боясь, что патроны закончатся. Также здесь есть гранатомет с несколькими гранатами, а за спиной имеются две стойки, на которых располагается блок с 12 ракетами и орудия, стреляющие плазмой. Если в будущем такой экзоскелет будет изобретен, то солдатам будет намного легче воевать, ведь этот костюм заменяет практически целый танк. А вот в фильме «Район номер 9» пришельцы также вторглись на нашу планету, но война не началась, и вот уже 20 лет пришельцы живут на земле, в специально отведенных для них районе, который контролирует армия. У пришельцев есть оружие, но они его практически не используют, а в руках у людей чужое оружие не действует. И когда на главного героя попадает странная жидкость, он медленно начинает превращаться в пришельца. Вначале у него отрастает клешня, и он обретает способность пользоваться инопланетным оружием. В лаборатории его заставляют испытывать несколько пушек, которые обладают разрушительной мощью. Потом он сбегает от ученых и использует одну из пушек пришельцев, чтобы спастись от банды нигерийцев. Эта пушка создает энергетический всплеск, который сметает все на своем пути. Далее наш герой в паре с пришельцем штурмует лабораторию с оружием и стреляющим смертельным лучом, который просто разрывает врагов на мелкие кусочки. В фильме «Люди в черном» довольно много интересного оружия, с помощью которого агенты останавливают пришельцев. Но нашему герою достается особый бластер, который называется «Шумный сверчок». Этот крохотный пистолетик совсем не понравился нашему герою, который думал, что толку от него не будет совсем. Однако после первого использования сверчка агент меняет свое мнение. И это оружие оказалось очень мощное, способное одним выстрелом проделать в грузовике огромные дыру. Кроме того, отдача у сверчка чудовищная, и неподготовленный человек может просто улететь на несколько метров в сторону. На этом все. Друзья, из какого бы оружия хотели пострелять вы? Напишите об этом в комментариях. И не забывайте подписываться на канал, впереди еще много интересного. И включайте оповещение с помощью этого колокольчика, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. А я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего настроения и удачи. До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА